Всех приветствую, продолжаем рассматривать фотографии актрис, певиц, а также знакомиться с их автобиографией. Дорис Дэй, урожденная Дорис Мэри Энн Капельхоф. Американская актриса, певица, активистка по защите животных, была звездой кино первой величины 1950-х, начало 1960-х годов, снимаясь в фильмах самых разных жанров – мюзиклах, комедиях, драмах и триллерах. Наиболее известности ей принесли роли в романтических музыкальных комедиях. Ее партнером по фильму были такие актеры, как Кларк Гейбл, Керри Грант, Джеймс Кегни, Дэвид Нивин, Джеймс Лемон, Фрэнк Синатра, Кирк Дуглас. Дважды была награждена премией «Оскар» за исполнение песен в фильме «Бедовая Джейм» 1953 года и «Человек, который слишком многое знал» 1656-го. В 1659-м была номинирована на премию «Оскар» в категории «Лучшая актриса» за роль в фильме «Интимный разговор» в долгое время Дорис Дэй. Оставалась одной из последних живых звезд золотого века Голливуда. Я цитирую Википедию. Родилась Дорис Дэй 3 апреля 1922 года в пригорицинценате в католической семье. Ее дедушки и бабушки по отцовской материнской линии немецкие иммигранты. С детских лет у нее был большой интерес к танцам, и она решила заниматься этим профессионально. Начала брать уроки, и уже 17 лет выступала перед публикой поначалу с соло-вокалисткой при оркестре барни-рэппа. Начала выступать как певица в 1939 году, и со сингловым биг-бэндом Леса Брауна добилась первого большого успеха. В 1947 году Дэй оставила оркестр Леса Брауна, чтобы начать сольную карьеру. На протяжении последующих 20 лет ею записано более 650 песен, что сделала Дорис Дэй одной из самых популярных. И признанных певиц 20 века. Карьера Дэй как актрисы в кино началась с фильма «Роман в открытом море» в 1948 году. В 1953 вышел новый успешный фильм «Джейн Катастрофа», песня из которого в исполнении Дорис получила Оскара в номинации «Лучшей песней года». После кинофильма «Это молодое сердце», где Дэй снялась вместе с Фрэнком Синатором, актриса расторгла свой контракт с Варнер Бразес и начала работать под начало своего третьего мужа, Мартина Мелчера, ставшая ее агентом и продюсером всех ее последующих фильмов. В конце 1950-х годов популярность пошла на спад. Фильмы с ее участием продолжили получать теплые отзывы, критиков, но былого триумфа уже не было. В 1959 году в дуэте с Роком Хэдсоном снялась в ленте «Интимный разговор». Этот фильм вновь вернула актрисе былое внимание публики, а сама она была номинирована на премию «Оскар» в категории «Лучшая женская роль». С 1968 по 1973 год Дорис была ведущей собственного комедийного шоу. В 1970-х актриса активно занялась защитой животных. Во множестве своих интервью она критиковала знаменитостей, носящих натуральные меха. Продвигала свои предложения по защите животных в Конгресс. Дорис Дей была замужем четыре раза. Эл Джордан, тромбонист Джордж У. Айдлер, саксофонист Мартин Мелчер, ее личный агент и продюсер, и Барри Комден. Он работал метродотелем в одном из любимых ресторанов Дорис. В 2011 году выпустила свой 29-й студийный альбом, который вошел в десятку лучших альбомов Великобритании. В 2004-м была награждена президентской медалью «Свобода». Среди ее наград есть премия Грэмми. У Дорис Дей есть две звезды на Голливудской арее славы за вклад в развитие кино и за развитие музыкальной индустрии США. Скончалась 13 мая 2019 года в своем доме в Калифорнии в возрасте 97 лет от пневмонии. Вот так вкратце из переводной википедии о американской актрисе, певице, активистке по защите животных Дорис Дей. Пока-пока, до свидания, смотрим фото.